Сегодня суд не состоялся в связи с тем, что не явились прокурор и следователь, якобы в связи с занятостью в иных процессах. Также не была установлена видеоконференция связи с Бурхоновой. Но я уже в дальнейшем не буду настаивать на установлении с ней связи, потому что, как мы знаем, ее привозят для видеоконференции связи, однако не подключают. Я думаю, что таким образом техническими причинами затягиваются процессы и не рассматривается моя жалоба. Буквально сегодня я получил ответ на мое обращение от 2 июля по поводу признания Бурхановой представителем ее мужа и наделения ее правами подозреваемого поддела, как предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом, чтобы она могла отстаивать его интересы умершего. Но пришел ответ, отказ формальный. Следователь ссылается на то, что не установлена, по его мнению, родственная связь между Бурхановой и Рахимовым. Хотя в день ее допроса первого было представлено оригинал свидетельства о браке, который заполнен и на узбекском, и на русском языке. Он не требует перевода. С него следователь снял копию, приобщил к материалам дела о оригинале, он удостоверился. Поэтому это формальная причина, потому что других законных оснований нет, они это знают прекрасно. И в принципе все вот эти потуги ее выдворить за территорию Российской Федерации, я считаю, связаны с тем, что таким образом следователь хочет преградить ей возможность отстаивать интересы погибшего мужа. Но благодаря жалобе в ЕСПЧ адвокатов, как вы знаете, приостановлено ее выдворение, и до рассмотрения ее основной жалобы она будет находиться в центре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова